Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец лично-подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о подкормке малины летнего срока созревания и ремонтантной малины. Малина, как и другое любое растение, нуждается в основных элементах питания – азоте, фосфоре и калии, а также в микроэлементах для нормального плодоношения и развития. Вначале поговорим о летней малине. Малина уже готовится к цветению. В этот период она нуждается в первую очередь в калии и фосфоре. Для подкормок можно использовать различные виды удобрений. Это минеральное удобрение, либо удобрение натуральное. Если вы используете минеральное удобрение, то подойдет калий-магнезия и суперфосфат. 20 грамм суперфосфата и 30 грамм калий-магнезии на метр квадратный посадок малины. Удобрение можно вносить как в сухом виде, так и готовить водный раствор удобрения. Если вы готовите водный раствор для полива, то понадобится 40 грамм удобрения на 10 литров воды. Нужно отметить, что подкормку нужно проводить только по влажной почве. Если почва сухая, в обязательном порядке ее нужно увлажнить и хорошенько пролить. Иначе могут быть повреждения малины, может быть подгорание. Для подкормок также можно использовать более простые удобрения. Например, нитроамофоску. В ней содержится азот, фосфор и калий в равных долях. Такое удобрение вносится из расчета 40-50 грамм на метр квадратный. Существуют также подкормки более натуральными удобрениями для тех, кто не хочет применять химии у себя в саду и огороде. Малину можно подкормить обычной древесной золой. Если вы вносите золу в сухом виде, то понадобится 1-2 стакана на квадратный метр. Золу также можно вносить в виде различных растворов. Для приготовления раствора понадобится 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса на 10 литров воды. Под каждый куст малины по 5 литров данного раствора. Опять же, повторяю, для чего нужен уксус. Уксус нужен в этом растворе для усвоения растениями кальция. А еще не забывайте про мульчирование. Сейчас у нас сезон козьбы. Травы в достатке. И ее можно использовать в качестве мульчи. Измельченной травой мульчируют посадки малины. Трава служит также дополнительным питанием для малины. В первую очередь, это азотное питание, так как перерабатывается органика. Трава защищает посадки малины от сорняков и улучшает почвенную микрофлору. А также оберегает почву от пересыхания. В малиннике сохраняется влага и растения лучше развиваются. Теперь же поговорим о малине ремонтантной. В то время, как летняя малина уже готовится к цветению, то ремонтантная малина еще только начинает свой рост. Ранней весной, когда только появилась крапивка, молодая поросель ремонтантной малины, я подкормил ее азотным удобрением. 40 грамм на метр квадратный. Сейчас уже малина пошла в рост. Вот передо мной кустик малины сорт Химбатоп. Она где-то уже высотой сантиметров 40, наверное. И пришло время второй подкормки. Малину ремонтантную для активного роста нужно подкармливать азотными удобрениями. Сейчас очень важно, чтобы она наращивала хорошую вегетативную массу. За сезон для ремонтантной малины нужны 2-3 подкормки азотными удобрениями. Лучше всего подкормки азотными удобрениями чередовать. То есть, одну подкормку делать минеральным удобрением, например, мочевиной. Вторую подкормку делать органическими удобрениями, настоем куриного помета, либо обычной бродиловкой. Как приготовить бродиловку из травы? Есть масса рецептов, есть ролики на нашем канале, кому интересно. Можете посмотреть, записать для себя. Очень доступные и простые рецепты. Я, например, использую настой куриного помета. Понадобится 1 литр куриного помета на 10 литров воды. Настаиваем неделю все. Затем разбавляем в соотношении 1 литр настоя на 10 литров воды. И поливаем ремонтантную малину. Под каждый кустик примерно по 5 литров данного готового настоя. Опять же, после подкормки ремонтантной малины, когда она наберет уже хорошую вегетативную часть, нужно приступить к мульчированию. В этом году у нас весна запоздалая, довольно холодная. И малина еще не достигла нужной высоты. Она еще довольно маленькая. Поэтому я еще пока не спешу с мульчированием. Тем более из-за холодной погоды почва плохо прогревается и малина развивается слабо. Поэтому к мульчированию я приступлю немножко попозже. Опять же, для мульчирования буду использовать обычную солому, либо скошенную подвявшую траву. Почему именно подвявшую? Хочу заострить внимание. Нельзя мульчировать и грядки, и малину сразу свежескошенной травой. Дело в том, что свежескошенная трава будет гореть. Образуются различные гнилостные процессы. Может закисляться почва. Поэтому мульчировать нужно только хорошо подвявшей травой. В этом случае она пойдет растениям на пользу. На этом все. Обязательно позаботьтесь о малине, чтобы летом собирать урожай. А если у вас ремонтантная малина, то урожай будете собирать осенью. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok